На улице минусовая температура, а здесь на Липовой горе с 3 октября более 20 домов находятся без отопления. Все эти многоэтажки замерзают. Тревогу забили жители дома 153 по улице Ярославская. Температура в их квартирах понижается вместе с уличной. Отопительный сезон у них по сути не начинался. По сути нет отопления в доме вообще. Потому что то включают, то отключают на сутки, то могут отключить на двое суток. Вот сейчас мы находимся в комнате. Отопления вчера не было целый день, дали его в 12 часов. То есть вот батареи чуть теплые. В детской температура плюс 14, до нормы не хватает 8 градусов. Новорожденный малыш в таком холоде постоянно болеет. Родители боятся осложнений. Ребенок сейчас проснулся, потому что дико холодно. То есть несколько слоев одеял. Сам ребенок в шапке. Сам ребенок в шапке находится. То есть это невозможно. Такое пребывание ребенка маленького в такой ледяной квартире. В управляющей компании ответственность себя снимают. Ежедневно меняя бумажки на информационном стенде. В департаменте городского хозяйства мэрии заявляют о плановых работах в разгар отопительного сезона. Перебои в теплоснабжении данного дома действительно имели место быть. Причиной отсутствия теплоснабжения в отдельные периоды, в дневное время, явилась необходимость выполнения ремонтных работ на наружных сетях, которые подходят в дом. На сегодняшний день работы завершены. Работы в районе проводит компания «Яргортеплоэнерго», которая обеспечивает теплом попавшие в черный список дома. Ресурсовики в своих прогнозах не столь оптимистичны. К сожалению, при запуске отопления выявилось ряд дефектов по тепловым сетям. Я думаю, что к концу следующей недели мы уже выйдем на нормальный график. То есть будем подавать тепло не так в ванном режиме, а постоянно. Жителям же проблемных домов остается утепляться и снова ждать. Главное, чтобы еще одна холодная неделя не превратилась в месяцы. Дарья Кост, Сергей Мазила в день событиях.